Друзья, привет! Вы на канале Gas Music School. Сегодня у нас на диванной экспертизе Wild Ways и в частности их фронтмен Талясик. Мы из этого видео и узнаем, кто же такой Талясик на самом деле. Пробежимся коротенько по всей дискографии группы от самого начала до наших дней. Узнаем, при чем же здесь переобувочка и олинизм. Кстати, ребята, я послушал всю дискографию этой группы, так что уже за это можно поставить ваш царский лайк, мне грибочку. Вы подписывайтесь на канал, лайк вы уже поставили, спасибо. Также подпишитесь на мой бустер и телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами Диуэн и эксперт Андрей Ганс, а как грибочек, поехали! Итак, друзья, 2009 год. Окраина Брянска, Московский проспект, дом номер 17. Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения. Изобрел нейросетевого робота-киборга Талясика. Вот где-то здесь вот, в этих гаражах он был изобретен. Вот мы видим, 2009 год, пожалуйста. Первая проба Талясика. Ну в те годы, в 2009 год, естественно, нейросеть сделала робота, похожего на Оливера Сайкса. Футболочка, все, прикид. Вон стоят ученые, радуются первому своему, так сказать, удачному опыту. Первое выступление, так называемый Дескор. В чем фишка нейросети? Она всегда собирает общую информацию, да, и нечто усредненное делает. Так вот, чтобы в серединке болталось, не хорошо и не плохо. Это младший научный сотрудник, сейчас должен старший подойти. Вот стоит старший научный сотрудник. Директор лаборатории. Его жену звали Сахачка. Сахаш не персон. И поэтому назвали этот проект Саха, где мой чай? Он говорил, суки, дайте чаю. Вот этот человек говорил, дайте чаю. Так и решили эти ученые, так сказать, назвать. Это все ученые в погонах, чтобы вы понимали. Это не просто так, ребята. Это военизированное, закрытое учреждение. Принято было решение создавать уже полноценный альбом. И рвать туда, и всех разваливать. В 11-м году Саха, где мой чай, таки выпускает уже альбом. На английском языке. То есть робот уже полностью готов, так сказать, к использованию. К отправке туда, ребята. Самое интересное, проверка. Пройдет ли проверку на вшивость или нет? Все, смотри. Опа. Ну, все равно русских выдает то, что все на скотче. Пошло с ВАЗа, да, с завода ВАЗ, где любую херь, если что-то там отваливается, всегда надо на скотче прибивать. Не надо шпаклевать автомобилей. Ты просто скотчем заклеиваешь дырку, и все. И сверху уже накладываешь шпаклевку. Здесь то же самое. Когда эти шпионы будут засланы, они как бы не обратят на эту мелочь внимание. Чем удобно использовать нейросеть, да? То, что ты все загрузил, и нечто среднее, усредненное, оно всегда выдаст. Что мы здесь и видим? Чтобы нельзя было ощутить разницу, чтобы все было одинаково. Чтобы просто можно было на фес вставлять, где 10 одинаковых групп играют, и чтобы они ничем не выделились. Не на Толику не должно быть понятно, что Толик из России. И вот что главная задача была в 11-м году ученых. Ну вот здесь вот, когда он не кричит, да, сразу стало понятно, что это русский человек. Поэтому пока было рано отправлять их, надо было еще немножко помариноваться, так сказать. Видите, да, эти брянские леса, брянские елки? You know, motherfucker! Не, так не пойдет. Уже ученые обрадовались, думают, все, сейчас их отправим. Не, рановато. В общем, мы поняли, да. Попытка неплыхая, конечно, но еще, в общем, на доработку надо отправлять их было. Отправили на доработку образцы Сага, где мой чай. В 13-м году выпускается альбом Love and Honor, так сказать. The Idols Inside Us. Уже попытка. Видите, везде фигурируют вот эти брянские леса, брянские елки. А почему вообще сменили название? Это был как раз европейский тур с Airways My Tea. Мы тогда хорошо общались с Денисом Шифоростовым. А тогда уже у нас были уже мысли по поводу смены названия, потому что как-то с Airways My Tea кто-то нам какой-то до нас слух дошел, что все... Да елки, Павел, ты, конечно, красиво стеешь. Просто этот старший научный сотрудник с этой своей женой с Ахочкой развелся. И все, я сказал, все, нахер это название вспоминать об моей женушке. Все, не хочу. Давай лучше что-то дикое такое, понимаешь? Просто вот уже нормально все звучало. А, дикие дорожки. Все, нормально. Лейблы в Америке с Airways My Tea знают. Все, уже постепенно его начали готовить к отправке. 14-й год. Знают, но как-то так, знаешь, типа всем название не нравится и то-се. Все, Денис Шафаростов... Видели, они уже закинули туда удочку, пора, говорит, менять. И Толик нейросетевой согласился, а что ему еще делать? Стал выполнять роль такого нашего, знаешь, консультанта-менеджера, короче. И он нам посоветовал сменить название. Типа, с этим вообще не сработает, типа. Да, и мы... Это просто стало последним триггером. Так и Шафаростов, получается, что представитель украинской диаспоры посоветовал, так сказать, Талясику сменить название. И в шестнадцатом году, наконец-то, удается нашего Талясика нейросетевого отправить туда, чтобы все случилось, все поверили. Смотрите, клипы из ангара, да, уже превратились с какими-то телочками. Подписан был контракт с лейблом Artery Records, а в Асашайном лейбле, да, они и существовали. Тут уже музыка совсем уже разбитная стала. Вот, смотрите, он уже просто американизировался на сто процентов. Ну, нейросеть быстро учится. Побрили виски ему, все, делали из него человек. И появление, смотрите, как понять, что что-то будет такое модное, интересное, всегда появляется Кавленос. Но недолго Кавленоса нюх на что-то такое, что потом быстро заканчивается, и толку от этого никакого и не будет. Теперь ангар с телочками. Все, видите, да? Внедрение произошло просто идеально. Теперь мы послушаем, что же с материалом стало. Но прикол нейросети в том, что это такая, опять же, усредненная музыка. Какой бы ни был год, у них получается усредненная музыка. Название поменяли. Все то же самое и осталось. Трудно вообще что-то выделить, запомнить. Какой-то хук или что-то. И в музыке, или в тексте, или в линии вокала. Ничего этого нет. Через все творчество проходит вот этот нейросетевой след, когда нечего запомнить. И ты не понимаешь вообще, за что же зацепиться. Нет никакой фишки. Ну, это же нейросетевой толик. Кавленос, Кавленос появился. Кавленос всегда ставочку на что-то делает, но ставочка никогда не играет. Так, ребята, подписали. Все, все. Надо срочно к ним на гитару. Все будет хорошо. Но никогда ничего не получать. Ради этого ты в гараже играл, чтобы лифчики летали потом в твой... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в целом, внедрение произошло на пятерочку, конечно. Далее, в семнадцатом году Талясика рассекретили. А сошайный лейбл говорит, все, иди-ка ты нахер. Повернулся, так сказать, флигель туда. А шо у нас? А у нас, оказывается, не все так гладко. И Талясик создает композицию, которая называется Put In. Вдруг его заинтересовало, что же в нашей стране происходит. Пока вот эти вот негодяи его нейросетевое музло не оценили. Да, вот эти жопы в клипе. Его послали нахер. И тут он такой повернулся, оделся в эту маечку, как из нашей раши, чувак. И сразу его заинтересовало, что же у нас в родной стране в его происходит. Где его делали вот это вот на Брянском заводе, так сказать, машиностроение. Да, что происходит? А завод-то разворовали, все, ничего уже не осталось. Уже успел английский прокачать. А зачем, зачем? Не пригодилось. Обиделся он на это Асаша. И начал, да, вот уже смотреть на нас. Сразу его дороги заинтересовались. Что за жопа происходит? Почти на чистейшем Асашайном английском, да, поет он. Как у нас все херово, ребята. Какой у нас негодяй, да, главный человек. Сейчас голод ухнет в запад, я балдею, банабик. И че-то-то-то-то запад, ой, вот эти кадры, все, он думает, сейчас мы залетим. Сейчас, ну раз мы в Россию теперь, на российский рынок будем работать, все, мы сейчас вот с этого залетим, с этим треком, все, все поймут. Ебать, мы такие протестующие просто, и все нас начнут слушать, сядут. Пока у них не пропаганда. О, шо за пипец, что-то ей пропаганда, ё. Если ли правду могу, вы президента взяли ли правду, чтобы вам жилось адекватно, а нам в выборы не взрались. Мол, мол, вообще, вообще, как вы тут живете? Я там жил, вообще нормально. Ребята, надо подниматься, надо что-то делать. Восстание под руководством нейросетевого таля. Холосу или проиграешь, да, он имел в виду. О, ребята, как же его заинтересовала жизнь, да, в нашей стране. Вот это да. До этого не интересовало. В девятнадцатом году талясик не успокаивается. Альбом New School, вот трек одноименно, не успокаивается. Приехал такой, блин, у вас же тут полная жопа происходит, ребята, так нельзя. Вот это и рептилоидную музыку играет. Все, ребят, вам надо подниматься. Вообще, это же не дело, что сейчас происходит у нас. Все, талясик, мы тебе поверили. Все, за тобой пошли. Все, начали эти из бутылок, из пластиковых коктейли молотова делать, в трусы себе запихивать. Все, выходим, выходим, чтобы ничего не было, талясик. Все, как ты скажешь. Видите, да? Сколько протестов в этих глазах талясика было. Все, приехал, надо же поднимать страну. Похер на империю. Все. Бля, ну мы тебе верим. Бля, жалко я не смотрел этот клип в девятнадцатом году. Я бы сейчас выбежал бы в окно с третьего этажа. Выпрыгнул бы в трусах и побежал бы, побежал бы на баррикаду. И он с этим всем катался, катался по разным странам, так сказать. И в Киеве там, везде выступал. Ну, этим клипом, ребята, вы понимаете, да, что именно он хотел сказать. Что же происходит далее с нашим нейрокиборгом Талясиком? Талясик дальше углубляется в русский язык. Очень мечтает работать на русскую аудиторию. И подписывает контракт с Warner Brothers Music в Россиюшке. Где надо дальше петь на русском. И находит себе самого лучшего помощника во всем белом свете, чтобы завоевать отечественную аудиторию. Это Егор, вылежи попку Талясику, Ерушин. И они создают вот этот шедевр. Это фит, ребята, на русском языке. Ни один, ни другой особо никогда на русском ничего не делали. Но решили сделать. Песня называется «Километры». И она вошла в альбом 2020 года. Уже под крылышком этого лейбла, который назывался «Анна». Вот я слушаю, я не понимаю, где кто вообще, ребята. Это просто оттюненный бр-б-б-б-б-б-вокал. А мне вообще кажется, что это Егор Крид все-таки даже поет. Вот они, Ерушин. Подскажите, где, здесь кто вообще? У меня посмешались жопы члены, хотел сказать. Ты, Ханья, задержи. Ни капельки не похожие на «Брин Миза Харайзен». Непонятно вообще, как они до такого додумались. Нейросеть опять сгенерировала что-то среднее. Все равно вернусь, хоть и мне грустно так часто. Блять, ну это Егор Крид поет. Все города навезусь. Та-та-та-та-та-та. И, естественно, что остается им? Какая тематика текстов? Конечно же, про любовь. Остается одна тематика, которую можно делать. Кстати, еще интересно, вы заметили, да, что сначала было размахивание вот этими вот украинскими флагами, да. Потом «Путын», вот эта вся эта песенка. И здесь просто типа не при делах, все-все-все-все-все, мы тут про любовь будем петь, все нормально. Но все равно он от рук отбился, вы видите, да, что с ним происходит. Где здесь кто, я не понимаю. Блять, у них хоть одно яйцо на двоих есть, я вот не могу этого понять. Не, я понимаю, что вы прониклись друг к другу, но не надо, как говорит, ссор из избы выносить. Не, все, Егор Крид завоевал, так сказать. Эту строчку, этот кусочек в куплете, что все, давайте, ребята, мы пойдем дальше. Ну и в 23-м году Талясик выпускает альбом «Симптомы». Трек «Калампи», на который снят клип, я обозревал в своей рубрике «Свизжатинка», вы можете посмотреть. В общем, там полностью идет любовная лирика, поп-рок для девочек. И квинтэссенцией этого стал фит с такой исполнительницей, как Мэри Гу. И песня называется «Я тебя тоже». Вспоминаем гараж, брянская НИИ, лежащие рядом елки, довольные научные сотрудники. Вот яркий пример нейросетевого текста, да? То есть мы опять же убеждаемся, что Талясик, а мозг состоит из вот этих вот вещей. Ему загружают каждый раз какую-то информацию, переваривается, и потом выдается вот это вот. Вот, вы видите, да, Талясик, ну елки-палки, пора было прошивочку обновить, но так нельзя составлять текст. Асфальтом, перламутром, ну елы-палы, ну это вы там где-то из одного чана с этими помоями нейросетевыми, да, питаетесь с Яриком. Елки-палки, блядь. И всё плавится, как резина, и становится прошлым, и завтра утром пройдёт, а пока погорит. Всё, всё перекошено, всё наоборот. Цветло, как днём, этот оранжевый цвет тебе к лицу. Что-то у него там, видимо, не то произошло, с пигментацией лица стал оранжевым вдруг. Или это про оранжевую революцию поётся? Напишите в комментариях. Я так хотела. Я так хотела остаться с тобой. Красиво вас вольду бензин, перламутром скользь. Что-то мне это ёлку, да, напоминает? Мы ехали в марш и утки-то, ну такой мотив, да, примерно? А теперь, ребята, самое интересное. Мы же забыли, что Талясик это плод инженерной мысли. Так как это нейросеть, он набрался вот этой всей информации ненужной, да, здесь. Смотрите даже, как он одет. Вы видите, да, что такое ощущение, что это она ему дала рубашечку эту и бусы тоже она ему дала, чтобы они вместе так более-менее одинаково смотрели. То есть это надо убирать. Это лишнее здесь. Раз уж ты начал петь здесь, то тебе это надо убирать. Был послан майор милиции. Это на самом деле мужчина, фамилия майор Гусаров. Пришлось даже поменять пол. Видите, какие строгие и такие мужские черты лица. Большую работу, опять же, ученые проделали и внедрили, так сказать, к Талясику майора Гусарова, чтобы он или она уже на него повлияли, и чтобы наконец-то он забыл свои вот эти вот украинские флаги. Потому что дальше с такими мыслями работать здесь, в нашей, так сказать, стране нельзя. И вот здесь вот происходит начало внедрения. Но уже он начал что-то подозревать. Да, видите, у него такое озадаченное лицо. Это прапор из Брянска приехал, а это вот майор Гусаров. И он, как говорится, в бутерброде зажат между двух огней. Что мы с ребятами были на одном лейбле, и так уж вышло... Вот, на одном лейбле, ребята, сразу думайте, как так получилось, что вроде типа какой-то роман образовывался начали. Но это только начало. Начало Талясикова оленизма. Потом появился подходящий матери... Подходящий материал в виде Талясикова. Слушай, а у меня, кстати, вот интересный есть момент. Когда нам лейбл сказал, что вот можем сделать фит с морюгу, мы такие... Вы видите, да, по факту, все это продуманная херня, чтобы вы понимали. Давай посмотрим, кто это. И знаешь, какой первый трек мы включили? Дисней. И мы такие... Так, не, ну, конечно, интересно, а как фитовать-то типа? А потом... Как фитовать? Ничего-ничего, нормально. Тебе не привыкать, грубо говоря, что сказали, то и делай. И песни такие... А, понятно. То есть ты сейчас, если я правильно поняла, просто унизил трек Дисней? Нет, нет, я вообще люблю такое. У меня одна из любимых артисток, Анна Астич. О, видите, да, ребят, то есть все нормально. Ты понимал, а с Артиком еще... Просто, ну, просто, ну, как бы, ну, мы же должны... Как бы лишь бы, получается. Как бы ну и как бы лишь бы. Тут немножко произошел небольшой сбой в нейросети. Как бы, когда люди... С интернетом, вай-фай, он перестал работать. А пока вай-фай нет, у него есть вот эти замещающие фразы, как бы... Парируют, они должны понимать, как они этот симбиоз будут, ну, вообще, создавать. В общем, здесь происходит внедрение сначала агентов. Где у него кнопка, бля? Я не до конца поняла, так этот симбиоз у вас... Я вам сейчас кнопку покажу. Произошел. Вот она, вот эта кнопка, ребята. Включение этого киборга. И так проходит полгода, и внедрение майора Гусарова прошло просто на отлично. Майор Гусаров идет на медаль. Душню, да. Да. Дева, короче, дева, братан, натальную карту. Опа. Интересно, конечно, что ученые решили воспользоваться гороскопами, чтобы сделать такого киборга. Видите, да, то есть они отталкивались от фаз Луны, от гороскопов. Вот нормально. Не понимаю, но... Это маленький такой нюанс. Поэтому получился талясик. Что получилось, то получилось. Ну, ты раз ты это говоришь так уверенно, мне почему-то хочется верить тебе. Ну, все, прошивка уже внедрена. Не прошло и полгода, кнопка увеличилась, стало виднее, она все время то выключит, то включит ее. Мне так сказали, что ты дурный. Миша, ему сказали. Потому что ты дева. Все, видите, да? Загон оленя в стойло произошел за какие-то короткие полгода. Супер. Говорил это кто? Как бы лишь бы хотя бы ты сказал. Корпион. Или что надо ответить? Нет, Мэрегу. Тоже ведущий не отличается умом и сообразительностью. Ну, ладно, идем дальше. В это, такого вот знака зяка я не знаю. Как не стесняется, да, на своей территории майор Гусаров. Он уже эту Буденовку даже одел. Как командир Красной Армии, почти Чапаев, смотрите. И что происходит с лицом талясика, когда заходит майор Гусаров? Жесть происходит. Ау, кто у нас в студии? Она же думает, блин, ну все, пиздец. Сейчас меня тут начнут опять ебать. И в хвост, и в гриву. Ты пыли, ого, Мэрегу, привет. 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 О, видите, да, голос уже стал нормальный. Блядь, ну что, мы спрашивали. Уже от девочки почти не отличивали вопросы. Надо ответ от себя. Все, он занервничал, ногти загрымзал, блядь, на мизинчике. Какой он человек во взаимоотношении? Сложный? Нет вообще? Как с ним тебе? Давайте начнем с того, какой он человек. Давай, давай. Давайте начнем. Ну, видишь, уже понятно, что он не человек, но они хотят сделать так, чтобы он выглядел как человек. С того, что он вообще дева по гороскопу. Ой, видите, да, это вшитая информация, обновление, прошивочка, блядь, от Гусарова. И тут, в принципе, в принципе... Да какая дева, ну что это... В принципе, ну все этим сказано. Все, она рулит, видите, да, что происходит? Прошивочка полностью сработала. Хорошо, да. Не хватает только маленьких рожек, коленей, Талясик. Ничего, я не знаю, что это... Он не думал, да, что играя в гараже, дескор, хотел спокойно съебаться, грубо говоря, там издаваться на лэбах, петь на английском, приходится с майором Гусаровым тусить, блядь. Что не сделаешь ради курьеры, так сказать, музыканта? Музыканта. Что это значит? Нет. Ну, женщины все поняли сейчас за эфиром. Ну, какой он дотошный, занудный, вот это все. Видите, да, она ему накидывает, накидывает, ты не расслабляйся, Талясик, чтоб ты знал, кто ты есть на самом деле. Будут? Да, да. Это и плюс своего рода, понимаешь? Какой у нее плюс? Ну, дотошный, занудный. Все, плюсов нет. Плюс и минус, как в батарейке. Он все делает хорошо. Внимательно ко всему, да. Он ему подсказывает. В общем, плюсов нету. Под ковер, под коврик загнали Талясика. Да, конечно. Все, он в ахуе сидит и думает, блядь, зачем я на это подписался? Ножка поближе, я не слышу вообще ничего. Пел я на английском, и слава тебе, господи. Ну, с лейбла выгнали, ну, блядь, ну, нашел бы другой, нахера я тут оказался? Какая главная задача нашего буденовца, майора Гусарова? Убрать у Талясика вот эту вот непонятную прошивку протестантскую. Все-то понимают, что это все фигня. Естественно, он так сам не думает, ему вообще плевать, что говорить. Но вот этот флер остался, и поэтому надо немножко его доработать. Так что внедрение, вы видите, шикарно произошло. Ну, и в доказательстве того, что наш майор Гусаров получит медаль, и операция красный Талясик выполнена на отлично. Вот этот пост. Смотрите, Талясик стоит уже не в сеточку, не в леопердовых одежах, не в горошек. Стоит уже как нормальный пацан в Мариуполе, да? Посетили с парнями Мариуполь. Увидели собственными глазами последствия того, что там происходило. Ребята, вспоминаем вот эти флаги украинские, да? Все, вспоминаем, что было до этого в клипах. Сейчас город возвращается к привычному образу жизни. Но впереди еще долгий путь. Съездили к ребятам на передовую, да? Потрясли бусами. Шо ж ты бусы-то снял? Елки-палки. Пообщались с местными жителями. Узнали, было очень приятно. Мы прям чувствуем, как ты искренне это сделал. Как ты прям сорвался, сжег эти все флаги и помчался туда. Просто душа тебя затребовала, да? Все мы это видим и чувствуем. Можем много рассуждать на эту тему. Но побывать там и лично услышать о том, чем можно догадываться. Дорогого стоит мирного неба над головой. До встречи на концертах. Вот что самое главное. Короче, майор Гусаров, респект. Ученые получили обратно своего киборга в нужном, так сказать, состоянии его так называемого мозга. Друзья, вот мы и проследили долгий тернистый творческий путь талясика нашего киборга. От гаража в Брянске до фотки в Мариуполе. Я вот удивляюсь, насколько беспринципным и бесхребетным может быть русский артист. Очень легко менять свое мнение и при этом нассать в глаза и уши своим слушателям, что они этому всему верят. А сейчас давайте немножко пофантазируем и представим, какая бы могла быть идеальная реальность для талясика. Мы же видели, как он готовился к тому всю свою жизнь сознательную, чтобы там разъебать, разъебать на западе. Вот это все было на английском сделано. Были альбомы, даже был подписан контракт. Но из-за того, что музыка серая, ничем не примечательная, лейбл его просто отфутболил и послал нахер. И ему пришлось, поджав хвост, сюда возвращаться и думать, что же делать. Ребята, если бы там все было хорошо, он вообще бы сюда не посмотрел. И все вот эти вот поездочки ему бы были нахер не нужны. И дальше бы он выплясывал бы с этими украинскими флагами. Понимаете, о чем речь? Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также подпишитесь на мой Бусти Телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами был Диуан Эксперт Андрей Ганс. А как грибочек, увидимся!